Участников собралось немного. Десять человек. Все ветераны спорта. В прошлом чемпионы города, края и даже Союза. Тогда в городки играли в свободное время. У фабрик и заводов были свои команды. А площадки имелись в каждом микрорайоне. Сейчас только одна на весь город. Да и та досталась городушникам нелегко. Лет пять, наверное, мы ходили по кабинетам, чтобы выбить вот это дело. Ну, помогли, дали деньги. Вот в прошлом году осенью построили, открыли. Зимой на площадке только закаленные спортсмены. Молодежь пока не жалует этот вид спорта. По незнанию. Но заинтересованные взгляды уже кидают ребята с хоккейной коробки по соседству. Игра захватывает и спортсменов, и зрителей. Ведь разбить фигуру – это только пол-дела. Главное – выбить городки за пределы очерченной зоны. И не задеть при этом песчаное ограждение. Сложно тут в этих фигурах. Это в основном стоячие фигуры. Лежащие, хоть вы заметили, всегда убивают по пять. Ну, а самое, как по мне, самое сложное – это коленвал. Коленчатый вал – полностью лежачая фигура. По сложности с ней может сравниться только письмо. Выбить его можно за два броска, но чаще всего это делается за три. Сначала атакуются крайние городки, а затем центральный – марка. Письмом заканчивается серия бросков. Кто выбил все фигуры за меньшее количество метаний биты, тот и победил. У спортсменов с развитым глазомером шансов выиграть больше. Попробовать свои силы может любой желающий. Городочная площадка открыта для всех. Продолжение следует...